Добрый день. Здравствуйте. Как обычно, для разворота мы берем самые важные и актуальные, на наш взгляд, темы для Кирова и области. У нас в Рио губернатор, и он регулярно сейчас, можно сказать, подкидывает какие-то темы для обсуждения, затрагивает все новые и новые вопросы, освещая повестку дня в нашем регионе. Буквально накануне он уделил внимание народным промыслам нашего региона, написав в своем телеграм-канале, что было бы неплохо оборудовать хорошие точки продажи в нашем аэропорту и на вокзале. У нас, видимо, в первую очередь имеется железнодорожный вокзал, да? В центральных частях наших городов должны быть брендовые места, где будут сосредоточены все художественные промыслы области, как для выставки, так и для продажи. Причем в центральной части наших городов, центры наших городов региональных обычно заполнены всевозможными магазинами, торговыми центрами. Там достаточно так плотненько, я вот, честно говоря, себе не очень представляю, где можно такую проходную яркую торговую точку оборудовать по продаже наших народных промыслов, изделий народных промыслов. И накануне же появилась информация, что в нашем регионе будет сниматься интернет-сериал, так, наверное, правильно это называть, посвященный нашим традиционным народным промыслам. Да. Все верно? Все верно. 13 промыслов там будет, насколько я помню, 27 серий. 13 промыслов. Боже, откуда взяли эту цифру? Где? Откуда? Потому что если начать перечислять, там, дымковская игрушка, кружево, капокорень, плетение из лозы, изделий и соломки, вот, собственно, на этом, наверное, и заканчивается. Матрешки. А, матрешка еще, да. Роспись еще какая-то, да, наверное. Игрушки еще есть, помимо дымковских. Ну, мы все подробности будем выяснять во втором части, что это будет за такое творение, что это будет за сериал, кто будет над ним работать и, собственно, какой эффект по планам. Авторов этого проекта это все должно иметь. Ну, а в нашем первом части тема очень и очень серьезная. Лето, жара и буквально каждый день мы в новостях читаем о трагедиях, которые происходят на реках и других водоемах нашего региона. Надо сказать, что сезон таких печальных происшествий в этом году начался немножко позже, чем обычно. Это было связано, насколько я понимаю, с холодной весной. Май был холодным и люди в сторонке держались от водоемов. Ну, вот если посмотреть ленту новостей, то впервые сообщения о печальных трагедиях на водоемах стали появляться в начале июня этого года. Первое сообщение было самое-самое первое о гибели на водоеме 14-летней школьницы. Это было 2 июня. Затем 6 июня было сообщение о том, что в Верхошижеме утонул 12-летний мальчик. И вот тогда временно исполняющий обязанности губернатора Александр Цоколов разразился такими словами, призывами к тому, что нужно как можно пристально следить за безопасностью людей и в первую очередь детей на водоемах. И, по-моему, он даже призвал выходить в рейды какие-то, не знаю, там, дежурства сотрудников местных администраций. А вот сейчас могу процитировать, да. Министерство спорта и молодежной политики, глава региона, призвал увеличить активность по месту жительства. У нас большое количество педагогических отрядов, которые едут в лагеря. Отправляйте их в населенные пункты, пусть они там организуют мероприятия. Родители, обратите внимание, ну, там еще была тема, поднималась москитных сеток. Ну, это все вот характерные явления для теплого времени года. И к тому же он тогда призвал работников, педагогических работников активнее патрулировать места летнего отдыха. И вот эта история повторилась буквально на днях, когда друг за другом в Котельническом районе на реке Вятки погибли сначала 14-летний, или я ошибаюсь, сначала 14-летний подросток, затем 15-летний подросток. И вот снова громкое, очень серьезное заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатор. Он сказал о том, что главы муниципалитетов вы должны лично отвечать за вот такие случаи. Что сейчас происходит с главами муниципалитетов? Возымело ли действие на них какое-то вот это увещевание временно исполняющего обязанности? Не знаю, но факт остается фактом. Обстановка сейчас напряженная, безусловно, и буквально каждый день огромное количество людей отдыхает на водоемах. И понятное дело, что риск большой существует не вернуться с отдыха, с этого, да? Ну, конечно, и потом я не знаю, насколько вот эта статистика этого года отличается от прошлогодней статистики. Можем сейчас попробовать выяснить у специалистов. По количеству трагедий, да? По количеству трагедий, да-да-да, совершенно верно. Ну, не знаю, может быть, Александр Соколов был прав вчера, когда говорил о том, что нужно главам районов, муниципалитетов нести личную ответственность за гибель детей на воде. Но я не очень понимаю, как это можно обеспечить. Ну, в первую очередь он как раз обращался к главам Котельнича и Котельнического района. Потому что два последних случая трагических, они там. Да, были именно там. И если так понимать из новости, то еще вчера вечером эти упомянутые главы должны были доложить в областное правительство о том, какие меры там у них были приняты. Ну, так достаточно эмоционально и по-человечески. Соколов все это прокомментировал. Не дай бог, будут у вас какие-либо события трагические. Будете лично отвечать. Подытожил он свою речь, обращаясь по этому поводу к главам муниципалитетов. Ну что, будем общаться со специалистами? Будем общаться со специалистами. Николай Колбин с нами на связи. Старший государственный инспектор по маломерным судам. Руководитель группы технического надзора центра ГИМС МЧС России по Кировской области. ГИМС это государственная инспекция по маломерным судам, насколько я помню. Николай Юрьевич, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с описания общей обстановки сейчас на водоемах нашего региона. Насколько она действительно напряженная. В каком режиме работаете вы и ваши сотрудники? И какие меры вы предпринимаете для того, чтобы не допустить несчастных случаев на воде? Какая обстановка сейчас? К сожалению, в этом году уже утонуло 17 человек. Из них 5 детей. Это двое в Кокельниче утонули. Один в Верхошижинском районе, один в Кирово-Чепецком и один в Слободском. Все случаи гибели, к сожалению, были на необорудованных для купания местах. Значит, где отсутствовали спасатели, да, и спасательные посты, то спасательные. Где, значит, было необслеживание, но, ну и в целом необорудованные пляжи. Инспекторы-агинцы, значит, ежедневно проводят патрулирование. Вот, в целях наблюдения за соблюдением безопасности обязательных требований. А как это патрулирование происходит? На каких-то суднах, на плавсредствах, да, ваши сотрудники буквально путешествуют по акватории? На маломерных судах, да, на патрульных катерах, так и в спешном порядке, совместно с сотрудниками ПДН, в том числе. Вот. К сожалению, значит, уже неоднократно были выявлены случаи купания детей без присмотра родителей. Вот. Были довольно серьезные разговоры с родителями, проведенными именно с сотрудниками ПДН. Но не всегда, значит, родители, грубо говоря, адекватно реагируют, значит, на данные, значит, замечания. Николай Юрьевич, вот вы говорите о том, что 17 человек в этом году и 5 родителей. Эта статистика в сравнении с прошлым годом, она выросла или она меньше, чем была в прошлом году? Ну, в целом, в прошлом году было 23 утонувших, из них четверо детей. Это за все лето или по данным на начало июля? Это по данным вот на... А, 23 человека, это было за все лето. За весь сезон. За все лето в прошлом году. Николай Юрьевич, скажите, какими правами вообще наделены инспекторы ГИМС? Что они имеют право делать, увидев действительно в несанкционированном месте отдыхающих, как взрослых, так и детей? То есть, они могут подплыть, да, если попросту говоря, провести какую-то беседу? Или, может быть, у них вообще есть полномочия прям выгнать вот какими-то жесткими методами из воды и сказать людям, чтобы они здесь больше не появлялись? Что они могут делать? Что они могут делать? ГИМС, он неуполномочен, значит, выгнать, да, человека с пляжа, либо запретить ему купаться, вот. Как раз данными полномочиями наделены, значит, администрации, да, представители администрации, значит, районов, ну, либо города. То есть, местные власти, муниципалитеты, у них, видимо, существует штат своих инспекторов, и, ну, я так полагаю, что совместно, например, сотрудники. Нет, штата инспекторов нету, но они наделены полномочиями, значит, именно осуществлять штрафы, да, значит, в отношении вот лиц, купающихся в необорудованных местах. Ну, наверняка, скажем, по периметру пляжа, значит, установлены знаки купания запрещено, вот, а лица, значит, купаются в данных местах, да, то в отношении вот этих лиц могут быть применены определенные санкции. А, ну, административная ответственность, да, тут предусмотрена еще. Да, административная ответственность. Да, наверняка эти рейды еще и совместно могут проводиться, по крайней мере, с сотрудниками полиции, да. А мы вот сейчас говорим о водных объектов, мы имеем в виду реку Вятка, да, в первую очередь, как основную водную артерию нашего региона? Ну, в первую очередь, это, конечно же, река Вятка, хотя существует и множество других водоемов, как мы сами знаем, поэтому тонут везде. Нет, я понимаю, да, но в первую очередь, видимо, внимание инспекторов приковано вот к самой крупной реке, да, нашего региона. И к самой опасной, получается. Ну, я бы не сказал, конечно, да, в зависимости от места, да. Много коварных других, да. Ну, чаще всего, да, патрулирование осуществляется по реке Вятка. Чаще это происходит именно так. Николай Юрьевич, а можно как-то оценить вот количество оборудованных пляжей и необорудованных пляжей? Ну, вот примерно там, не знаю, процентное соотношение? Или сложно это сделать? Смотрите, значит, на сегодняшний день у нас открыто 18 пляжей, да, из 23 задекларированных. То есть, ну, в процентном соотношении тут как бы я сходу не скажу, но вот еще 5 пляжей, они планируются к открытию, но, значит, они пока не прошли по качеству воды. Понятно. То есть, ссылается, что вода непригодна для купания, в связи с этим, значит, в данных пляжах купания пока не осуществляется. То есть, у нас, получается, официальных мест для купания, там, официально согласованных или разрешенных, меньше, чем количество районов в области, если я верно понимаю, если я верно посчитал. То есть, даже не в каждом, получается, районе есть официальный пляж. То есть, надо понимать, что в такую жару люди все равно куда-то, наверное, едут, пусть это не официальный пляж, а там, соответственно, нет, наверное, ни дежурства, никого. Это очевидно, именно так, вы правы, потому что, к сожалению, не во всех районах еще удается открыть пляж, в связи с тем, что не везде места пригодны для купания, водоемы пригодны для купания. Ну, это может быть, например, какое-то дно пологое, да, там, резкие ямы, там, течение быстрое. Ну, есть определенные факторы, которые не позволяют открыть пляж, вот. Но, повторюсь, вот на сегодняшний день открыто 18 пляжей. А скажите, пожалуйста, да, Николай Юрьевич, а скажите, пожалуйста, в этом году ваши сотрудники, инспекторы ГИМС, бывали ли уже случаи, когда приходилось спасать купающихся, отдыхающих? Ну, вот прям во время патрулирования специалист замечает, что что-то не так пошло, да? И приходится вмешиваться в ситуацию, дабы человеку сохранить жизнь. Было такое уже? Вот вы знаете, к сожалению, был случай, когда уже приходилось вот у нас одному инспектору уже утонувшего подростка доставать из воды. Вот, а вот чтобы спасти, такого случая не было. Давайте сейчас перейдем к советам и рекомендациям, да, для отдыхающих. Жаркая погода, действительно, стремление охладиться. Что нужно делать, что нужно учитывать? Вы, как специалист с многолетним опытом работы, посоветуете делать. Я думаю, что это не помешает еще раз напомнить повторение мать-учения, как говорится. Ну, прежде всего, давайте мы вернемся к тому, что тонут в основном дети, а вот в этом году это все подростки, да, 14, 15, 16 лет. Поэтому, ну, прежде всего, наверное, нельзя купаться, значит, в необорудованных местах на первом месте. То есть, значит, второе, тонут, значит, лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Вот, ну, соответственно, здесь тоже можно какие-то выводы делать. Вот, ну, это прежде всего. Вот, если купаться, то только на оборудованных местах, где дежурят спасатели, где обозначены границы заплыва, где обследовано дно, выставлены информационные стенды и, значит, ну, место оборудовано для купания. Да, и по поводу детей, то, конечно же, купаться только под присмотром родителей. То есть, вот, все случаи были без присмотра родителей. То есть, когда мы говорим дети, мы имеем в виду и подростков в возрасте даже 15-16 лет. По закону несовершеннолетний он считается ребенком. Потому что, памятуя там свое, например, детство и отрочество, я помню, что лет с 13, наверное, мы ездили на водоемы без родителей. Но родители знали, куда мы едем, и там, понятно, что инструктаж всегда был, да, проведен в этот момент, и это были безопасные водоемы. То есть, там были действительно спасатели. Вот туда родители, ну, отпускали как-то. Хотя, тоже, наверное, это было не совсем правильно. Ну, понятное дело, что за всеми не уследишь. Протяженность той же вятки, она огромная, да, и в каком месте человек или группа подростков выйдет и решит искупаться, ну, просто невозможно предугадать. Ну, вот я с трудом себе представляю, что ребята, которые живут, например, в Вересниках, да, или на Доке, там же тоже, по-моему, какой-то есть необорудованный пляж, да, в том районе, что они от своего дома поедут на городской пляж. Они, скорее всего, пойдут на ближайший, ну, вот предполагать. Где удобнее, да. Где удобнее, где ближе, где пешком можно добраться. И там, по-моему, даже рейды сейчас проводятся. В Вересниках, проблемное место там, да. Там, если не ошибаюсь, там песчаные, тоже бережочки есть, да, удобно отдыхающим, да. Да, еще вопрос, Николай Юрьевич, а как понять, что место не предназначено для купания? Ну, то есть у нас городской пляж, например, если мы про Киров говорим, мы знаем, что это вот пляж, тут спасатели в новостях рассказали, что можно купаться, все. В тот момент, когда человек приезжает на берег водоема, он как должен понять, что там нельзя купаться? То есть если не стоит табличка городской пляж, значит, купаться нельзя? Ну да, в таких местах, как правило, установлены таблички, купание запрещено. Купание запрещено, соответственно, там купаться нельзя. А установка этих аншлагов, она входит в обязанности, опять-таки, местных властей, да местных администраций. Все верно. Они непосредственно отвечают за эту работу. Да, Николай Юрьевич, спасибо. Да, спасибо большое. Николай Колбин с нами был на связи, старший государственный инспектор по маломерным судам, Центр ГИМС, МЧС России по Кировской области. Спасибо. Если посмотреть российскую статистику, тут как раз-таки коллеги Николая Юрьевича, видимо, отчитывались. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС Российской Федерации. В мае этого года были представлены данные, как раз-таки, в начале теплого сезона, активного сезона отдыха. Цифры, конечно, ужасные, просто шокирующие. В прошлом году, по официальным данным, по всей Российской Федерации, на водоемах погибли 3200 человек. Огромная просто цифра. На мой взгляд, из них детей было почти 250. И специалисты говорят, да, и указывают напрямую о том, что вот эта активность, череда этих летальных случаев, трагичных случаев на водоемах, она становится особо активной, заметной, вот когда теплеет. Ну, так это, в общем, логично. Как только тепло, как только столбик термометра пошел вверх, доходит там до 30-ти градусных значений, превышает, то все, прям глаз до глаз нужен в этот самый момент. И родители за детьми должны присматривать, и сами детьми должны осознавать и отдавать себе отчет, что это довольно опасное занятие, да, купаться в необорудованном месте. А как должно и как на самом деле есть, это две большие разницы. Владимир Шабардин с нами на связи, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. Владимир, добрый день. Алло. Алло. Да-да-да, Владимир, здравствуйте, да, мы вас слышим. Да, добрый день. Добрый день. Скажите, вот, я даже не знаю, вы видели наверняка, да, вот обращение от Александра Соколова вчерашнее к главам муниципалитетов, уже не первое, по поводу их личной ответственности за гибель детей, ну, людей и детей в первую очередь на водоемах. Я не очень понимаю, честно говоря, каким образом муниципальные власти могут обеспечить отсутствие вот таких вот трагических случаев, потому что большинство примеров, которые мы видим, это примеры из необорудованных мест. То есть к каждому же водоему не приставишь дежурного. Это задача родителей, это задача школы, это задача, не знаю, там, каких-то организаций, которые в летние лагеря выходят и что-то детям рассказывают, предотвратить вот это? Или все-таки какими-то запретительными мерами надо действовать? Ну, смотрите, здесь речь идет о нескольких моментах. Вот вы первое сказали сами, необорудованные места. Муниципалитеты, они все-таки приближены к, вот, руководители муниципалитета, да, людьми места приближены к тем условиям, в которых наши дети купаются. То есть если есть необорудованные места и нет оборудованных нормальных, да, то, наверное, необорудованные места будут притягивать себе большее количество детей, нежели наличие там оборудования. То есть первый момент, это все-таки нужно примениться к тому, чтобы оборудованных мест становилось больше. И вот в этом мы, предупредительные меры, они все равно должны быть, да. Еще раз повторюсь, я начал с того, что нам нужно оборудованные места развивать и усиливать вот эту инфраструктуру, да. Что касается необорудованных, у нас есть практика и по другим регионам, когда местные власти, ну, организуют, ну, будем называть это, там, с применением населения, что-то вроде патрулей, да, вот специально на летний период в этих местах. И это тоже дает свои результаты с разъяснительной работой, что здесь опасно, что здесь нельзя купаться, что здесь глубина такая-то, здесь течение такое-то и так далее, и так далее, и так далее. А кто может войти, да, простите, а кто может войти в этот патруль, кто стать непосредственными участниками этих? Ну, с коллегами, мы видим, как работают коллеги, то есть у нас у коллег, ну, если брать южные регионы, там, где вот достаточно и всегда жаркая погода и большое количество водоемов, то есть у нас есть и казачьи патрули, и отцовские патрули, и родительские патрули, вот, и общественные, и дружинники, вот, именно, которые, там, действия, которые направлены именно на водный объект. Такая практика есть. Но тут очень важно, да, на регулярные рельсы, в регулярную, собственно, такую привычку внедрить в эти рейды, потому что если раз пройдут, два пройдут, то, ну, это вряд ли, наверное, изменить ситуацию. Ну, конечно, ну, и опять же, если мы видим, что вот в конкретно взятом поселении, в этой деревне, в этом поселке, вот, есть, ну, все об этом знают местные жители, как никто другой, лучше всех знают, вот, места опасные для купания, там, исторические, там. Или те места, которые привлекают большое количество купающихся, да, но при этом не оборудованы. Да, да. То есть, еще раз, два пути, либо сделать так, чтобы это место стало безопасным, такие возможности бывают, да, то есть, его оборудовать и, там, проверить, но где-то, там, поставить соответствующее, там, заграждение, да, вот, именно вот этот участок. Ну, как вот оборудуется городской пляж, например, да, вот официальный, который, вот, и второе, если все-таки знаешь, что вот, там, дети бегают каждый день вот туда-то, и там опасно, то, наверное, вот это место, оно, местное-то жители, местное-то администрации знакомо лучше, чем нам, в плане, здесь, в областном центре. Владимир Валерьевич, а если попытаться оценить, вообще, готовность современных детей, современных школьников к отдыху на водоемах, умеют ли они плавать, умеют ли они оказывать какую-то первую помощь? Да, вообще, способны ли они оперативно осознавать, что кому-то нужна помощь, и им грозит опасность в этом случае, да. О том, как понять, что кто-то рядом с тобой тонет, и надо ли в этот момент, кстати говоря, пытаться оказывать какую-то помощь, если тебе, там, не знаю, 12-15 лет, потому что, по-моему, в прошлом году, или когда-то был случай трагический, когда мальчик 12-летний пытался кого-то спасти и сам утонул. Да, к сожалению, такие случаи бывают, и давайте начнем с того, что, к сожалению, тонут люди, которые прекрасно умеют плавать, к сожалению, то есть в опасных местах у нас и пловцы, назовем их так, профессиональные, ведь тоже гибнут, поэтому здесь делать отсылку только на то, что мы должны обучить всех детей плаванию, и тогда мы можем запускать их в любой водоем, да, и это будет безопасно для их жизни. Нет, конечно, никоим образом, ведь существуют опасные места, в которых вот поверхность теплая, да, а внизу либо сильное течение, либо очень холодные ключи бьют, и вот это опасно, когда начинает ходить с удовольствием, либо водоворот, омут и так далее, и так далее, таких случаев очень много, поэтому здесь даже очень грамотно там обученный плавец, он не всегда сможет справиться с этой ситуацией. То, что нужно детей обучать как раз, ведь у нас иногда как показывают, что тонущий человек, он начинает кричать, я тону, спросите, помогите, да? Да, 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 бить руками по воде. А специалисты, большинство специалистов говорит о том, что когда человек начинает тонуть, это как раз проходит молча, то есть вот, и вот таким серьезным моментом, такие серьезные моменты нужно нашим детям объяснять и показывать, что как раз если вот, ну, что-то не так в поведении этого ребенка, либо этого человека, то нужно предпринимать меры, привлекать внимание взрослых, да, и вот это позволяет спасти жизнь. И, конечно, то, о чем сказал Владимир, в рамках курса ОБЖ у нас есть, ну, по школам, по крайней мере, должны быть, я знаю такие случаи, как раз обращение внимания, там, не только на лесные пожары, да, как это было, Береса, но и на правила поведения и опасность водоема. И наши коллеги, скажем, Лиза Алерт, всегда обращают особое внимание на водные объекты и в рамках поисков, и в рамках работы, то есть, когда ты потерялся в лесу, нельзя подходить, ну, не нужно подходить к водным объектам, даже вот они это делают, да, но и в рамках школы безопасности обращают особое внимание на воду. И вот совместная только работа, не только административный там ресурс, да, но и деятельность волонтеров, она может давать свои воды. На мой взгляд, опять-таки, тут нужна какая-то целая социальная кампания, направленная в том числе и на детей, то есть, череда каких-то... И на родителей. И на родителей, череда роликов, лекций, не знаю, семинаров, встречи, вот постоянно, постоянно, чтобы записывалось это, что называется, в подсознание. Тут не только, мне кажется, на родителей надо, но вообще в целом на взрослых, потому что, ну, вот в моем, например, детстве, когда мы ездили, и рядом с нами, с нашей там детской подростковой компанией была какая-то компания взрослых, они как-то присматривали за нами все равно, хоть мы там и чужие были дети, они свои, но все равно... Чужих детей не бывает, сказал в Рио губернатор. Ты едешь отдыхать, ну, как бы, и рядом с тобой ты видишь компанию детей, ты все равно как-то вот, ну, смотришь, наверное, в этот момент, что они делают. Ну, знаете, на моей практике есть случаи реальные, когда взрослые вытаскивают детей из воды в опасных ситуациях. Вот, поэтому у нас люди все-таки неравнодушные, и они видят эту ситуацию, но если дети остаются одни, да, то есть, вот они одни пошли купаться, ребенок один пошел купаться, и никого вокруг нет, то в этой ситуации некому спасать. Увы, к сожалению, да. К сожалению, да. Ну, да, прогноз погоды нам говорит о том, что жара в ближайшее время немножко сбавит свои обороты, да. Но это не значит, что лето закончится. Возможно, у кого-то в связи с этим и желание поубавиться, отдыхать, конечно, но так или иначе. Мы так и не можем найти какого-то вот дельного рецепта, да, для того, чтобы исправить эту ситуацию. Понятное дело, что это комплексная задача, что это совместная работа всех нас, и на таком простом человеческом уровне каждый из нас, да, наверное, оказавшись на водоем, не должен быть равнодушным и не должен не обращать внимания на тех, кто находится рядом с вами, да. То, что действительно, как показывает жизнь и практика, люди уходят под воду и не возвращаются очень тихо. Много таких примеров, когда большая компания отдыхает и совершенно незаметно пропадает либо взрослый, либо ребенок, ну и все, тут начинается такой переполох, что никому не пожелаешь, конечно. Ну, не знаю, ну вот можно только призвать, наверное, если вы взрослый человек, заходите в воду, видите рядом купающихся детей и не видите в этот момент рядом взрослых, вы все равно хотя бы краем глаза как-то присматриваете, да, в этот момент за этой компанией. Ну и не заплывайте, конечно, далеко, потому что тут ведь еще и личным примером взрослые тоже могут либо показать, что хорошо, либо показать, что плохо. То есть если человек взрослый начинает заплывать за буйки и еще кричит в этот момент, ой, да ладно, тут мелко, то надо предполагать, что ребенок, который рядом, тоже может полезть туда. Да, если я еще в эфире, да? Да, в эфире, да, Владимир, да, мы с вами. Я, знаете, хотел привести пример, какой вот очень такой показательный в соседнем регионе, в Чебоксарах, я познакомился с, ну, удивительный человек, Павел есть такой, он очень активный, хороший общественник, да, он колясочник. Он оказался в этой ситуации, когда он подростком прыгнул в неизвестном месте, да, и просто попал головой на бревно, которое находилось в воде. Вот этот Павел, ну, на самом деле, очень хороший человек, мы много лет знакомы, вот уже несколько лет, он как раз своим примером, он ездит по школам и показывает, то есть он говорит, вот я в коляске, вот я был подростком, мне было там столько желе, сколько вам, вот сейчас. И это настолько действенно, вот я, ну, был свидетелем вот этого, то есть когда вот, ну, там, подростки, когда им рассказываешь, там, тут нельзя купаться, нет-нет, а вот, а он, вот этот парень своим примером показывает о том, что, вот к чему это может привести. К сожалению, на таком, на своем примере, вот на такой трагедии, которая случилась с ним, да, он показывает пример, и я думаю, просто я уверен, что это помогло уберечь многих очень подростков, вот скажем, там, чипацарок, да, конкретных, от каких-то действий таких вот неосужденных и очень рискованных. Ну да, безусловно, этот человек заслуживает самого глубокого уважения, да, такая трагедия, изменившая его жизнь, и он нашел в себе силы еще и общаться, да, дальше с детьми и показывать, что называется на себе, как поступать нельзя. Ну, увы, это вот такой пример и ситуация, в которой, опять же, не пожелаешь никому оказаться. Оказаться никому, конечно, да. Владимир Шабардин с нами был на связи, Владимир, спасибо, мы убегаем на рекламу, вернемся, продолжим разговор. Можно ли избежать трагедии на воде, если переформулировать немножко нашу тему, об этом мы говорим, повод нам дал, ну, вернее, не в Рио губернатора, а сама жизнь нам подсказала, да, эти трагедии один за другим. И в Рио губернатором напрямую сказал главам муниципалитетов, городов и районов о том, что вы должны лично отвечать за то, если на подведомственной вам территории, на водоеме погибнет человек. 17 человек погибли с начала купального сезона, как сказал, да, центр ГИМС, как сообщает. Николай Колбин, старший мосинспектор. Пять из них, пятеро из них это дети, дети в возрасте, ну, старше 10 лет, я так понимаю, да, то есть все дети купались, все подростки купались, вот последние два трагических случаях в Котельническом районе произошли, купались, как я понимаю, дети на вятке, в необорудованных местах. И вот большой вопрос, с одной стороны, вроде как действительно власти должны нести ответственность за вверенную им территорию, с другой стороны, я, например, с другой стороны, я понимаю, что сложно достаточно сделать так, чтобы все абсолютно территории. Находились под контролем, под чем-то присмотром. Не очень себе представляю. Ну, вот мы сейчас с тобой в перерыве, да, говорили, ведь тут можно совершенно формальный подход исповедовать и применять его, когда просто пройти по берегам и везде расставить эти аншлаги о том, что купаться здесь запрещено. Запрещено большие такие, да, красной краской, чтобы и тем самым власти немножко так отгородятся от того, чтобы нести ответственность за эту территорию. Но прекрасно ведь мы понимаем, что жизнь-то она совершенно иная. Если человек в жару, он решил искупаться, тем более, если он не один вместе с друзьями, а друзья это весело обычно, хорошее настроение. Они же все равно здесь войдут в воду и будут отдыхать. И чем это закончится, никому неизвестно. В СМИ наши Кировские продолжают публиковать информацию о том, что происходит на водоемах. Вот буквально сегодня утром коллеги с портала «Свой Кировский» написали о том, что опять-таки в Котельническом районе на реке Малома могла произойти трагедия. В воскресенье 10 июля, около трех часов дня, отдыхала компания девушек. Все, а нет, не все, две девушки начали тонуть. Это увидел один из молодых людей, который находился неподалеку со своей компанией. Он бросился доставать из воды девушек. И у него это удалось. Слава богу, он кинулся в реку, стал нырять, поднял на поверхность воды. Вместе с одной из девушек выплыл на берег и оказал первую медицинскую помощь. Ну, это вот к вопросу о том, что где бы ты ни находился, если поблизости есть люди, то нужно быть внимательным и обращать внимание. Честно говоря, я не знаю, вот как лично бы я поступил в эту ситуацию. Нет, ну, безусловно, я бросился бы. Я умею плавать. Ну, вот недавно мы говорили с Владимиром Шабардиным о том, что у нас зачастую трагедии происходят с людьми, которые хорошо плавают. Что там происходит под водой, если там какие-то препятствия, если там подводные течения, холодные бьют родники и так далее. То есть трагедия может произойти абсолютно с любым человеком. Это такое вращение барабана судьбы. Сможешь ты спасти или не сможешь спасти человека, который тонет. Но в любом случае, конечно, честь и хвала таким людям, смелым героям. Да, мы должны были связываться еще там с представителями муниципалитетов или с представителями жителей муниципалитетов, как Владимир Костин, депутат по Котельническому району. Но Владимир, к сожалению, вот сейчас на заседании комитета законодательного собрания пишет мне, что пока он не может с нами говорить, что пока там все еще идет заседание. Но мы у Владимира, да, пытались выяснить, как у депутата от конкретной территории. Может быть, получится у нас его в начале следующего часа быстренько набрать. Что в силах-то, собственно, как там могут повести себя местные власти в связи с тем, что заявление главы региона было, оно достаточно такое серьезное, достаточно острое. Обещающие последствия, да? Да, что именно вы должны отвечать. Вы будете лично отвечать, если у вас там произойдут какие-то трагедии. Что глава муниципалитета должен делать в этой ситуации? Он лично должен пойти на берег водоема и начать по нему прогуливаться. Нет, Владимир, мы все понимаем, что можно сделать в этой ситуации. Конечно, мы все понимаем, то есть можно практически каждый водоем, который более-менее к этому приспособлен, к тому, чтобы там отдыхали, да, оборудовать официально. По крайней мере, если не посадить спасателей, то проверить безопасность дна, сделать какие-то буйки, сделать какую-то зону, например, для купания детей небольшого возраста, что-то сделать. Но вопрос-то ведь упирается в то, что деньги на это нужны. Вот, вот, к этому, видимо, все и приходит. То есть любая работа должна оплачиваться. Водолазы, которые обследуют дно, им нужно заплатить. Люди, спасатели, медик, которые там будут дежурить, им тоже нужно платить какое-то жалование. Но не будут же они бесплатно. Нет, ну хотя можно договориться, найти какие-то там инструменты. Можно найти, конечно, волонтеров, можно создать, наверное, целую общественную организацию. Но только это надо заниматься системно достаточно этим вопросом. Ну, то есть так просто вот ее прямо сейчас не сделать за неделю, да. Когда мы ее сделаем, уже жара закончится, а может уже и осень достанет. То есть это установить какие-то ограждения, буйки, да, обозначить территорию, на которой можно непосредственно принимать водные процедуры, аншлаги, восстановить какую-то инфраструктуру, хотя бы минимальную для отдыхающих присмотреть. То есть, на мой взгляд, это в такую копеечку влетает. Вот это-то основная проблема. И вот смотри, это сказывается как раз на тех цифрах, которые нам Николай Колбин озвучивал, да. То есть 23, если я верно помню, всего согласованных пляжа и 28 их всего, да. 18, по-моему. Не-не-не, ну там, в общем, их не больше 30, их точно меньше, чем количество районов. То есть получается, что даже не в каждом районе есть оборудованный пляж. Тем муниципалитет, где такая возможность есть, они одно место для купания все-таки выделили. Что касается всех остальных мест, которые не оборудованы, но на которые люди все равно ходят купаться. Ну, дикие так называемые территории, дикие пляжи, да. Конечно, ехал на машине или ехал там, я не знаю, остановился и скупался. Это вот для путешествующих, да. А для местных жителей все знают, там, вот у нас в деревне пруд большой, да. Вот, и вроде там и запрещено. Сколько их в садовых товариществах в районе Кирова, сколько водоемов таких, сколько маленьких речушек, куда постоянно кто-то приходит отдыхать, да, с детьми или компаниями. И если у муниципалитета в этот момент нет денег на то, чтобы там что-то оборудовать, то сделают что? Самое минимальное. Поставят табличку. Купание запрещено. И кого это остановит? Никого. А бизнес, кстати, можно привлекать? А как? В этом случае. А как? Ну, закреплять за желающими предпринимателей некие участки, чтобы они содержали их в чистоте, водоустройстве, мировой безопасности. В районе, мне кажется, каких-то крупных населенных пунктов. А, чтобы проходная территория, да, была достаточно такая густо посещаемая, активно посещаемая. Вспомнить Погинку, да, вот давнюю, которая была починка. Ну, почему? Я буквально, да, буквально позавчера мы возвращались вот оттуда с северной части нашего региона, и мы проезжали, да, поворот на Погинку. Огромное количество... Она починка теперь, Володя. Ну, починка, да. Ну, мы по старой пачке. Да, да, огромное количество автомобилей там стоящих на обочине. Люди потом не знают, как оттуда выехать. Там же пробка активная, бывает частенько на подъездах Кирова. Но это потому, что водоем находится рядом с городом, рядом с Большим Кировом, куда едут все отдыхать. Вот. И поэтому, ну, наверное, там рентабельно работать. В каждом муниципалитете, где у людей не такие высокие зарплаты, да и не такое большое количество, скажем так, да, купальщиков, да и не так много времени, наверное, у людей, которые живут, например, в сельской местности, на то, чтобы на пляже лежать. Все равно там дети, мне кажется, в том числе и работами на участке, и по дому заняты каким-то образом. И они выбегают вот на какие-то пляжи, не отдыхать целый день, например, а, ну, не знаю, там, прибежал, покупался, убежал дальше работать. Как-то так. И как? Вот эти пляжи, они же зарабатывают все равно не только на въезде и в ходе, они же зарабатывают... На услугах, которые там, да. На услугах, которые продают. А если человек прибежал на полчаса, искупался, убежал, он не будет здесь покупать ни напиток, ни еду. Еще есть одна проблема, ну, не знаю, там, не проблема, наверное, да, а, мне кажется, причина одна, вот, трагедии, которые сейчас происходят во многом, возможно, там, да, это не во всех случаях, а в редких, и все равно, мне кажется, это связано. Стали выезжать в последние, там, 10-20 лет люди за рубеж, много стало тех, кто ездит отдыхать на море, вот, и дети, которые купались на море, и даже взрослые, мне кажется, не всегда понимают разницу между морской водой и речной. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что в море безопаснее? В море вода держит. А-а. Ну, то есть ты там... За счет своего состава, солености своей и так далее. Ну, кстати, я не задумывался о таком. Понимаете, что дети, например, которые выезжали с родителями, когда были маленькими, на отдых на море, потом заходят в речной водоем или, не знаю, там, в озеро и начинают вести себя примерно так же, как они вели себя на морском пляже. Я помню, как я не полез, что называется, купаться в мертвое море, потому что я не воспринял это как купание. Ну, что это такое? Ты торчишь полностью, как поплавок над водой, и тут никакого удовольствия. Зашел полежать, что называется. Да, не испытываешь. И еще одно большое упущение, это уже, да, в завершении, пару минут у нас остается все-таки, вот то, о чем мы говорили с Владимиром Бородиным. На мой взгляд, информационное упущение есть все-таки большое. Вот это вот постоянно, чтобы эта тема, она присутствовала в медиапространстве, в информационном поле. Мы же начинаем говорить об этом и придумывать какие-то методы профилактики только тогда, когда эти трагедии происходят, да? Мы же из детства помним там мультики всякие, фильмы. Вот у нас образ перед глазами какого-то спасателя, который всегда дежурит. Ну, вспомни, там, этот же, ну, погоди, да, спасатель в тельняшке, который спит там в лодке, дети купаются, все хорошо. А этого сейчас я не вижу. Ну, нет, нет, нет вообще. Не замечаю. В информационном поле там, да, и на тех ресурсах, которые дети смотрят. Ну, может быть, кто-то считает, что это слишком глупо зимой в мороз 30-градусный говорить о том, что надо там себя летом осторожнее вести на водоеме. Ну, вот на мой взгляд, если как-то это не очень часто и не очень навязчиво преподносить, то это было бы неплохо. Не знаю, я еще все-таки, ну, давненько я не погружалась в школьный план, но мне кажется все-таки, что может быть недостаточно работы и вот в самом, как бы, в плане ОБЖ по разным таким тревожным ситуациям, там, по стройкам, на которых дети бегают, и по водоемам, на которых они купаются. Ну, не знаю. Вообще общее состояние нашей инфраструктуры. Да, первый час завершаем, посмотрим. Если в начале следующего часа успеем связаться с Владимиром Костином, то выслушаем еще его мнение.